Караоке-шоу в таком формате. В этом году в санатории знаний решили отметить День туризма. На входе гости могли сфотографироваться в оригинальной фотозоне в виде сцены, а уже на партнерско-деловом ужине выйти на настоящую сцену в рамках караоке-баттла. Мы пятый год уже проводим вместе с партнерами и подводим итоги фактически каждого года традиционно в тематике День туризма. Но и каждый год мы делаем определенные тематики. В этом году это будет караоке-шоу, караоке-баттл. Все столы, они у нас все с нумерацией, поборются за главный приз – 100 тысяч рублей на путешествие мечты. В День туризма санаторий знания на большой праздник приглашает туроператоров, турагентов, поставщиков товаров и услуг для санаторно-курортной сферы. Всех тех, кто в высокий сезон помогает принимать гостей и делает их отдых комфортным. Партнеров, с которыми санаторий связывают годы успешного сотрудничества, знания отмечают благодарственными письмами. Еще одна традиция – вручать персональные стипендии студентам Сочинского госуниверситета. На этот раз стипендию в размере 60 тысяч рублей получили сразу два студента СГУ – Диана Бижанян и Егор Алексеенко. Ну а партнеры знания в свою очередь предоставили подарки для праздничного розыгрыша призов. Каждый из них внес свою лепту в удачный летний сезон здравницы. Лето, отметил генеральный директор, выдалось непростым, но санаторию есть чем гордиться. В недавно опубликованном рейтинге топ-100 российских санаториев по эффективности санаторий знания вошел в топ-10. Для нас это, конечно, очень серьезное признание результатов нашей работы. И у всего коллектива есть очень хороший, серьезный повод для гордости. Ну а самый большой повод для гордости отмечают в санатории – это гости, которые, отдохнув здесь один раз, обязательно возвращаются снова. И не только летом. Санаторий знания. Сегодня это санаторий с круглогодичной загрузкой. Как говорят в здравнице, лето закончилось, но высокий сезон продолжается.